Напомню номер телефона прямого эфира 3322146, он вам обязательно сегодня пригодится, потому что мы говорим о том, как привести себя в форму быстро к лету, но быстро не значит плохо, значит качественно. У нас сегодня в гостях Инна Кононенко, диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Инна, еще раз здравствуйте. И чуть ранее мы говорили об углеводной диете, о том, что... Безуглеводной. Да, безуглеводной диеты. Но вы сказали, что все равно углеводы, конечно же, нужны, нельзя от них полностью отказываться, от булок нельзя отказываться. Я бы хотела спросить о детях. Если вдруг, бывает сейчас эта проблема стоит остро достаточно, что дети ожирением страдают очень многие и говорят, всему виной фастфуд. Какое питание должно быть у детей? Можно ли их сажать на диеты? Да, безусловно, у детей можно использовать диеты. И фастфуд сейчас это очень большая проблема, существующая на сегодняшний день. Но когда мы говорим про диеты для детей, то мы детей не можем так сильно ограничивать в углеводах, как мы ограничиваем взрослых. Если взрослого человека можно, в принципе, даже посадить на вообще безуглеводную диету, то с детьми этого категорически делать нельзя. Когда мы говорим о том, что дети растут, то есть примерно это до 15 лет. Дело все в том, что как раз выделение гормона инсулина для них важно, потому что инсулин связан с нашим гормоном роста. И если у нас не будет вырабатываться инсулин, то не будет должным образом вырабатываться гормон роста. И отсюда может быть такой побочный эффект, ну, при длительном, скажем так, соблюдении такого питания, это замедление роста. Давайте все-таки перейдем сейчас от диет в таком формате к центрам, которые я даже не могу сказать, что они официальные. Центры похудения сейчас растут как грибы. Да, придумали рога и копыта фирму. И в общем в эти центры говорят, что приходите к нам и заставляют людей худеть. Такими способами. Мы посмотрели в интернете, что там только с людьми не делают. И говорят, что есть надо, только не знаю, там один продукт и 12 дней ругают, орут на людей. Я даже видел психологическое. Некоторые советуют питаться энергией солнца, такое тоже бывает. Да, вот с этими господами как нам быть, как нам жить? К сожалению, действительно, законодательно любой человек может давать какие-то рекомендации по питанию. Для этого не нужно быть врачом. И этим пользуются вот такие люди, которые не имеют отношения вообще к медицине, которые просто дают какие-то советы по своему собственному похудению. Но здесь надо понимать, что очень много нюансов. И не существует диеты, которая 100% подходит всем. То есть, конечно, какие-то общие принципы мы можем сказать. Но заставлять человека быть либо только жирами питаться, или исключить белки, или наоборот только белками. То есть, такого у нас категорически не должно быть. Вернемся к этой теме, к этим центрам. Звоночек у нас есть, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, задавайте, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, как попасть к диетологу и нутрициологу? Где это находится? Как вот попасть к такому врачу? А вы имеете в виду, что попасть бесплатно по полису, да, каким-то образом? Ну, вообще, хоть платно, хоть бесплатно. Вот в поликлиниках такого нет. Приходишь к эндокринологу, верни к терапевту, она отправляет к эндокринологу. Эндокринолог говорит, не ешьте сладкое, не ешьте к руку, не ешьте хлеб. Все. Ни анализов, ничего. Вот согласен с вами, Марина, были такие ситуации, мы тоже их встречали в интернете. Прокомментируйте как-то это все. Ну, безусловно, про что я и говорила, что эндокринолог, он все-таки не занимается такой серьезной оценкой обмена веществ, как это делает диетолог-нутрициолог. Нутрициологов у нас в городе не так много, да, диетологов достаточно, а вот именно, чтобы человек был еще и нутрициологом, это немного. В поликлиниках нет такого, да? В поликлиниках диетологов, нутрициологов нет. Мы что, в интернете ищем их? Давайте Марине подскажем, что нужно сделать, чтобы попасть непосредственно к нутрициологу. Да, в интернете вы можете найти диетолог-нутрициолог в Санкт-Петербурге, и будут предложения. А сколько прием стоит в среднем? В среднем, ну, считается, что прием диетолога длится не менее часа, да, хотя у меня только повторные приемы длятся, час первичные, от полутора до двух часов для того, чтобы точно понять, что происходит с человеком. И час приема стоит около трех-четырех тысяч, но с учетом того, что исследование еще проводится состава тела, биоимпеданс, который тоже входит вот в эту стоимость. То есть тысячу рублей примерно он стоит, может быть, там тысячу с небольшим. А дополнительные анализы? Дополнительные анализы, ну, скажем так, вот мой список анализов, который учитывает порядка сорока различных показателей, он стоит порядка двадцати тысяч. И еще плюс двадцать тысяч. Ну, кстати, анализы же можно наверняка по направлению в поликлинике сдать, наверное. Да, безусловно, примерно половина из тех анализов, которые я рекомендую, они входят в ОМС, и можно даже сдать их по направлению терапевта. По скайпу массажиста сказала Ольга, что бывают диетологи отправляют пациентов на массаж. А действительно ли массаж может быть хорошим помощником при похудении? Используется массаж, когда мы говорим, например, о отечности, да, лимфодренажный массаж. Но мы должны понимать, что от массажа будет временный эффект, да. Наша задача понять, от чего у человека идет задержка жидкости, да. И это мы можем понять с помощью сдачи анализов и, соответственно, в управлении рациона питания. А наша задача вас поблагодарить, Инна Кононенко, диетолог, нутрицолог. Спасибо большое, очень интересно рассказывали.